Приветствую вас, дорогие зрители, это Свободная пресса, программа Открытая студия. Меня зовут Александр Евдокимов, а на связи с нами сегодня доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте. Да, добрый день. Мы с вами обсуждаем актуальную новость о том, что сократилось количество научных работ в России за последний год. Это сокращение составляет 20, а некоторые сообщают о 30-процентном снижении. В частности, из основных причин отмечают чаще всего именно снижение мотивации у молодых ученых. Вы разделяете такую позицию, либо считаете, что есть какие-то другие причины? Да, ну, прежде всего, я хотел сказать, что непонятно, какой показатель используется, что такое работа, потому что работами можно считать, скажем, какое-то изобретение или открытие, которое запатентовано, а может быть, какая-то просто статья. Понимаете? Ну, в целом-то даже вопрос не в этом. Действительно, мы все чувствуем, что имеет место какая-то тенденция понижательная. Да, ну и вот вы задали мне вопрос о причинах такой понижательной тенденции. Ну, я думаю, что, конечно, снижение мотивации – это достаточно серьезный фактор или причина. Я просто помню, когда я был аспирантом более полувека тому назад, когда я стал кандидатом в наук. Это середина 70-х годов. Конечно, престиж человека, который занят наукой, престиж человека, который имеет звание или степень – это, конечно, несравнимо с тем, что сегодня. Конечно, не только престиж, но и доходы, низкие зарплаты в сфере науки и техники сегодня. Как вы считаете, для молодого ученого на сегодняшний день, ну и можно даже немного в историю углубиться в советское время. Имеется в виду, какая основная причина и мотивация пойти в науку? Это возможность заниматься прежде всего любимым делом, любимым направлением научным, либо же какая-то уже, соответственно, зарплатная мотивация? Ну, я думаю, что и в советское время, и в нынешнее время есть люди, которыми бегают разные мотивации. У кого-то это мотивация к творчеству, у кого-то это мотивация к получению денег. Но сегодня денежная мотивация, она сегодня слабо присутствует, потому что, еще раз повторяю, статистика показывает, что заработная плата человека, занятого науки, ниже средних показателей по народному хозяйству. А тогда было наоборот. Так что тогда как бы срабатывали оба фактора. Ну, мне кажется, что все-таки фактор творческий, он доминировал, он доминировал. Были, конечно, и в советское время такие направления, где можно было получать гораздо более высокую зарплату. Ну, в общем, я думаю, что в советское время это было все-таки примерно равное действие двух факторов. Сегодня вот только люди, которые действительно имеют желание заниматься творчеством, они находятся в науке. Но, правда, хочу сказать, что сегодня очень размыто понятие того, что такое наука. Сегодня очень много околонаучной деятельности. А околонаучная деятельность, она может приносить очень серьезные доходы. Поэтому тут вопрос очень такой непростой. Насколько в этом отношении важна поддержка от государства? Хоть для молодого ученого, хоть для ученого уже доктора наук с большим опытом. Ну, я хочу сказать, что в Советском Союзе наука и техника, они полностью были государственными. Сегодня, значит, вопрос непростой. Если говорить, скажем, о государстве и не государстве с точки зрения финансирования, то на сегодняшний день государство по-прежнему остается главным, будем так говорить, источником финансирования. Ну, так я округленно говорю, две трети или даже более двух третих – это государство. А негосударственные источники финансирования – менее одной трети. И, кстати, на этом фоне Российская Федерация отличается от многих других стран, которые считаются ведущими в области науки и техники, там, значит, как правило, превалируют негосударственные источники финансирования. Негосударственные источники финансирования. Вот так что у нас, как бы, государство остается главным оплотом науки и техники, но тут много нюансов. Много нюансов. К сожалению, тут государство иногда просто-напросто дает деньги, которые идут не на науку и технику, а не просто распиливаются. Я все называю своими именами. Валентин Юрьевич, когда мы обсуждаем негосударственное финансирование, что в России, что за рубежом, насколько оно вообще может быть эффективным в условиях рыночной экономики, с учетом того, что мы все-таки в рыночной экономике живем сейчас в России, ну, кто-то ее называет, разумеется, квазирыночной, так или иначе, кто-то называет госкапитализмом, но все-таки бизнес-инвестиции, они насколько могут помочь науке и насколько такие инвестиции могут конкурировать с помощью от государства? Я хотел сказать, что, конечно, частный капитал никогда не будет финансировать фундаментальные исследования. Фундаментальные исследования, они не дают немедленной отдачи. Иногда отдача возникает уже в следующем поколении людей, через многие десятилетия. Поэтому частный капитал может только выделять деньги на финансирование, уже, будем так говорить, финальных стадий, когда уже создаётся какой-то продукт, который может выйти на рынок. Ну, это называют опытно-конструкторские работы. Опытно-конструкторские работы. Что касается научных исследований, то это всё-таки прерогатива государства. Это касается не только России. Я изучал это и по другим странам, и по США, и по Китаю, так везде. Что касается Соединённых Штатов, возможно, кто-то с вами не согласится и приведёт пример компании, основанной Илоном Маском, SpaceX, Tesla, что они были долгое время убыточными. Многие, кто в них не верил, но, тем не менее, вкладывались огромные деньги, и в итоге компании стали давать прибыль. И кроме прибыли, это всё-таки научные разработки и научные прорывы в некоторых смыслах, в космическом. Если мы хотим обсуждать вопросы компании «Селеконовой долины», то там вообще интересная вещь. Там происходит капитализация компаний, причём резко капитализация компаний, когда уже их рыночная стоимость там измеряется десятками и сотнями миллиардов долларов. Это, будем так говорить, результат неких специальных методов, когда, значит, людям обещают, что вот не сегодня-завтра произойдёт какое-то научное чудо, которое, значит, немедленно будет монетизировано. Вот так что тут с айтишными компаниями «Селеконовой долины» особый разговор. Да, конечно, они вкладывают деньги в науку и технику, но ещё раз повторяю, что у них тесный альянс, который они не любят рекламировать, а тесный альянс с государством. Вот, государство даёт деньги на фундаментальные исследования, а дальше уже эти компании подхватывают какие-то стартапы, если они действительно дают результаты, и уже доводят до финального продукта с помощью затрат на опытно-конструкторские работы. Я бы так сказал. То есть это вот такое государство-частное партнёрство, как у нас сейчас принято называть это. Ну, а в советское время мы это называли по-другому. Это одна из форм проявления государственно-монополистического капитализма. Это разделение труда или разделение функций между государством и частным капиталом. Вот подобная форма помощи науке, имеется в виду государства и частного бизнеса, она насколько применима сейчас в нынешних российских условиях? Или, может быть, это уже есть, но не в тех масштабах? Ну, я хочу сказать, что мы должны понимать все минусы той модели. Понимаете, ни в коем случае не очаровываться этой моделью, ни в коем случае не копировать эту модель. Вот я вам задам как бы встречный вопрос. Вот смотрите, на сегодняшний день идут военные операции на Украине. Это называется специальная военная операция. Да, значит, если мы сравним, скажем, военный бюджет Соединенных Штатов и военный бюджет Российской Федерации, то разрыв более чем на порядок. А если мы еще учтем затраты военные бюджеты других стран НАТО, то получается, что Россия вроде как вообще чудом держится. То есть соотношение примерно 1 к 18. Вот такая вот вещь. Возникает вопрос, каким это образом нам удается все-таки, ну так, мягко выражаясь, поддерживать этот военный паритет на Украине. Да, дело в том, что очень низкая эффективность затрата. Очень низкая эффективность затрата. Это в советское время мы справедливо называли казнократством, узаконенным казнократством. То есть казенные деньги просто-напросто распиливаются. Я не говорю, что у нас не происходит таких распилов. Они происходят. Но мы еще как бы мальчики в коротких штанишках, а там уже, знаете, зубры, которые научились еще с времен Первой мировой войны распиливать эти деньги. Надо иметь в виду, ведь большая часть неокров в Соединенных Штатах, это неокров, которые имеют так или иначе военные направленности. Это надо иметь в виду. Так что у нас, конечно, тоже происходят распилы, но там, будем так говорить, из 10 долларов только 1 доллар действительно используется на конечный результат. У нас тоже есть, еще раз повторяю, распил, но пропорция другая. Поэтому мы и выдерживаем вот такое противостояние с коллективным Западом. Мне сложно судить о коррупции в Соединенных Штатах и в целом на таком объединенном Западе, по той простой причине, что не углублялся в эту тему. И интереснее скорее обсудить то, где живем мы, то есть в какой степени у нас коррупция. Вопрос был немножко провокационный, потому что вы сказали, а можем ли мы вроде как что-то такое повторить? Нам не надо повторять то, что они делают. Нет, 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 нет. Речь не о том, чтобы просто копировать и перенять. Имеется в виду, насколько нашему российскому доморощенному бизнесу привлекательней будет тоже вкладываться в науку. И как его можно мотивировать. Может быть, как-то государство может его мотивировать. Мы не говорим о том, что взять у Соединенных Штатах и перенести. Это иллюзия. Да, это иллюзия. Там иногда приводят примеры с Маском. Но, еще раз повторяю, что эти ребята, я бы мог привести пример с Биллом Гейтсом. Билл Гейтс всегда был связан с военно-промышленным комплексом. Билл Гейтс был связан со спецслужбами. Это не афишировалось. Они его раскрутили, они его вывели на эту орбиту. Но, еще раз повторяю, что Билл Гейтс начинался с казенных денег. Про Маска я не так хорошо знаю эту биографию. Но, тоже думаю, что там были какие-то стартапы, проплаченные государством. Возвращаясь, все-таки, к нашей российской реальности. Можно ли привести такой более бытовой пример, когда молодой ученый свое изобретение вот-вот только что запатентовал, пришел на какое-то частное коммерческое российское предприятие и сказал, что если вы внедрите мою данную, условную какую-то технологию, то, во-первых, у вас вырастет прибыль и производство тоже вырастет. То есть, такая ситуация возможна. И что для этого нужно молодому ученому, чтобы привлечь владельца этого предприятия? Он сказал, чтобы он лучше бы не приближался к такому крупному бизнесу. Да, потому что его просто проглотят. В лучшем случае ему предложат там миллион долларов, условно говоря. Но, если он еще будет упираться, то могут быть какие-то более неприятные варианты. Но крупный бизнес просто заполучит этот патент. И в 9-10 случаев он просто положит этот патент под сукно. Потому что еще в советское время мы изучали политэкономию капитализма. И я хорошо это прочувствовал, когда я был в Америке. Что концентрация и централизация капитала, монополистический капитал, он не стимулирует технический прогресс, а тормозит. Происходит застой, происходит консервация и так далее. Зачем? Вот я могу вам даже живой пример привести. Живой пример уже из российской практики. Вчера общался с человеком, который разработал один очень хороший препарат. Хороший препарат. В фармацевтике у нас много таких пулебинах. Но они как бы даже не из фармацевтики, а из внешнего мира по отношению к фармацевтике. И этим препаратом пользуются многие люди. Многие люди. И мои родственники, и мои друзья. Но дело в том, что этот препарат запатентован, или зарегистрирован, я уж не знаю, как это у них там принято называть, как препарат для животных. То есть это вот, потому что это препарат, который создает реальную угрозу тем дорогостоящим препаратам, которые сегодня есть на российском рынке. Да. Фармацевтика – это яркий пример. Вот когда была эта так называемая пандемия COVID-19, я внимательно изучал все эти тонкости и нюансы. Я понимал, что, в общем-то, big pharma, она людей просто доит. Для них это вот люди – это новое нефть. Это в лучшем случае. А в худшем случае просто убивают. Ну вот в Америке я вообще как бы так, поскольку я американист изначально, я как бы считаю, что американская модель медицины – это такая модель, когда вот человек и не выздоравливает, и не умирает. То есть именно вот такой полуживой продукт нужен big pharma. Понимаете, мы с вами затрогнем очень серьезную тему, потому что и Америка, и Россия живут при капитализме. Деньги – это при капитализме не средство, а цель. Естественно, все остальное по отношению к этой цели становится средством. В том числе средством становится человек, жизнь, его здоровье, окружающая природная среда и так далее, и так далее. Все предельно просто. Поэтому ожидать, что при капитализме наука станет такой палочкой-врычалочкой, которая решит все проблемы, да нет. Наука просто оказывается инструментом в руках хозяев денег. Валентин Юрьевич, я все-таки с вашего позволения еще раз переспрошу по поводу нами уже обговоренного частичного примера, по поводу молодого ученого, который пришел со своими разработками. Вы сказали, что в лучшем случае выкупят и положат под сукно. Но если все-таки данная разработка сулит большую прибыль, почему бы не воспользоваться? Вы понимаете, предположим, молодой человек приходит в какую-нибудь компанию, российскую. Да, приходит в российскую компанию и говорит, вот, мое изобретение позволит вам действительно тут увеличить продажи, увеличить норму прибыли, капитализацию. В общем, но ведь российская компания, она не является каким-то гигантом мировым. Знаете, я ведь в 90-е годы работал финансовым директором проекции Мирного банка. Я хорошо понимаю цинизм крупного бизнеса, когда, скажем, я вам просто приведу один примерчик, который, может быть, поможет вам понять, что я имею в виду. Я работал в проекте по управлению окружающей средой. Значит, одно из направлений, это было направление защиты озонового слоя. Значит, тогда, в конце 80-х, в начале 90-х годов стали раскручивать фейк под названием фреоны, главные угрозам озоновым условиям. Фреоны – это продукт, который был разработан в лаборатории Япон-ДНМО, американской корпорации, крупнейшей, можно сказать, международной корпорации, просто зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки. Вот, и они запатентовали, прикрыли патентной защитой свои фреоны на полвека. В конце 80-х годов патентная защита кончалась. И они понимали, что они теряют рынок, мировой рынок. А в это время уже Китай производил фреоны, уже они называли это серым производством. Индия, Советский Союз. В начале 90-х годов мы по инерции продолжали производить вот эти самые серые фреоны. И ко мне, значит, приходили там некоторые сотрудники Всемирного банка, которые говорили, мы можем помочь вашим компаниям перепрофилироваться, чтобы они перешли на белые фреоны. А белые фреоны – это вот новое поколение фреонов, которое было разработано от той же самой компании «Юпон ДНМУ». Но это, кстати говоря, гораздо более дорогие фреоны. Они были огнеопасные фреоны. То есть, во всех смыслах они были неконкурентоспособными по сравнению с теми фреонами конца 20-х годов. Вот. Ну, просто навязывали это дело. И тогда, значит, они сказали, а вот при Всемирном банке есть специальный фонд технической помощи. Ну, при Всемирном банке вообще много фондов технической помощи, который является профильным по вопросу вот как раз фреонов. То есть, мы готовы предоставить вашим предприятиям гранты на сумму в несколько миллионов долларов, для того, чтобы можно было перепрофилировать производство на, значит, выпуск нового поколения фреонов, которые не будут якобы разрушать озоновый слой. Ну, вы сами понимаете, что это все фейк был придуманный. Вот. Я еще в конце 80-х годов со специалистами, которые работали в холодильной промышленности, эти вопросы обсуждал. Вот. Не знаю, чем эти истории кончались, потому что они выходили уже на прямые контакты с директорами советских предприятий. И кто-то, может быть, соглашался на эту сделку, получал эти несколько миллионов долларов, и могли просто закрыть это серое производство. Не знаю. Ну, просто я вот понимаю, что начинается нечистоплотная игра в интересах компании DuPont NMO. Ну, еще, если закрыть эту тему, я в 91-м году несколько месяцев работал в Нью-Йорке консультантом ООН, как раз готовил доклад для генсека ООН по состоянию окружающей среды в Советском Союзе для конференции в Рио-де-Жанейро в 92-м году. Ну, вот тогда мне пришлось консультироваться за специалистами, действительно понимающими, что такое фреоны, что такое холодильная техника. Вот. И они сказали, что это, конечно, в чистом виде фейк, что фреоны разрушают озоновый слой. Но, тем не менее, даже Организация Объединенных Наций подхватила этот фейк. Ну, значит, хватило у меня все-таки как бы там терпения, хватило упорства, упрямства. Я этот фейк в том документе, который готовил для генерального секретаря ООН, я этот фейк не стал воспроизводить. Валентин Юрьевич, складывается такая картина, не совсем радужная для молодого ученого в российских реалиях. То есть, ждать помощи от государства может придет, может не придет. К бизнесу идти тоже в какой-то степени бесперспективно. Как действовать тогда? Какой это может быть совет, может быть, нашим молодым ученым, которые нас смотрят, вероятно? Ну, я как бы такие советы даю не только первый раз, это по поводу ученых, а так и обычно бизнесмены, честные ребята, которые действительно понимают, что приходится как бы лавировать между силой и харибдой. Вот я говорю, поймите, что мы сегодня живем при капитализме. Вы, ребята, честные, вы не хотите играть по этим законам. Ну, тогда будьте как партизаны. Будьте как партизаны. Ну, вот один пример я вам привел, такого партизанского поведения, когда разработчик одного препарата просто-напросто решил не стучаться в Минздрав и не пытаться регистрировать этот препарат нужным людям, а он его просто зарегистрировал как ветеринарное средство. Ну, так что тут это уже специальные закрытые курсы о том, как вести себя в этой ситуации, как вести партизану. Валентин Юрьевич, большое вам спасибо, что согласились выйти с нами на связь, согласились на интервью. Я напоминаю нашим дорогим зрителям, что сегодня с нами на связи был доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов. Ну, а вы не забывайте подписываться и, разумеется, писать свои комментарии. Всего вам доброго. Валентин Юрьевич Катасонов